Обсчет общения, например, 100%. Какое больше? Русское или испанское все-таки? У меня? На каком языке? Наверное, испанском, конечно. Испанском больше все-таки, да? Ну, нет, ну, блин, пока русских здесь еще мало. Мало еще? Ну, здесь пока, вернее, не то, что их мало, а пока здесь больше все-таки испаноговорящих. Пока. А, пока. Пока. Ну, вот, когда станет здесь больше, значит, тогда здесь и будет Россия. Барселония. Понял, понял. Вообще, здесь вот законы на стороне женщин. Как-то вот это влияет все-таки на общение? Конечно. Не, ну, как, в общении просто на улице? Нет, а если чуть ближе, ну, понимаешь, что за закон? Во-первых, да. Во-первых, вперед идет равноправие. Равноправие, когда я тебе говорил, равноправие женщин и мужчин. Да разные мы с тобой. Ты, баба, я мужик. Ну, как, какие мы с тобой одинаковые? Ну, это понятно, да. Права одинаковые? Ну, да. Но если ты подлючить начинаешь, я тебе и заехать должен, я тебе обязан заехать, если ты подлючишь. Если я подлючу, ты мне заедешь, конечно же. Может быть, вот в этом равноправие. Но это не говорит о том, что надо, что закон, да, становится на сторону женщин. Это правда. Есть такое. Я не считаю, что это правильно. Я не считаю, что вообще мужчина должен поднимать руку на женщину. Ни в коем случае. Мужчина должен потеть, уставать. Иногда можно выпить 100-150 грамм водки. Можно. Даже я считаю, что нужно. Не надо пить больше. Не надо пить больше. Но он должен себя не жалеть. Ни в коем случае обижать женщину. Ни в коем случае. Но женщина не должна быть сукой. Провокаторшей, блин. А, чтобы провоцировать его там ударил, да? Ну, не знаю. Но провоцировать на плохие действия. Ну, нельзя этого сделать. То есть, мораль. Мораль здесь... Не хочу сказать, что ее нету. Но она очень совсем другая. Ее здесь, по сравнению с Россией, ее намного меньше. А, намного меньше здесь. Вот, Петя, говорю про европейские. Ты слышишь такое? Европейские ценности. Так вот, я не считаю себя европейцем. Я считаю себя монголым, китайцем. Мне все равно. Я не хочу быть европейцем. Не хочу. Потому что эти ценности, которые здесь, я не поддерживаю. А какие, например, назовите? Какие? Равноправие, демократия. Когда детей воспитывают педористические... Знаешь, вот эти все церкви, вот эти... Откуда все педорализм появился? Ты же знаешь? Нет, не знаю. С католических церквей. Потому что батюшка ихний, русский батюшка, он имеет возможность иметь детей, иметь матушку иметь, а здесь нет. И они воспитывают своих вот этих вот гимназиях духовных. Там у них мальчики все. Они что-то не знают. Порут их, извращают. Вот это все педорализм, вот этот вот католический, он с церкви пошел. А с церкви даже? Конечно. Слово уже, да, что соответственно? Конечно, давно, веками назад. А Ливиянки-то откуда пошли? Да тут же, от монашек. Ну не знаю, это не будем удавляться всем, я не буду отвечать на это, потому что я не... Извращение вот это вот, здесь ужас, ходят вот эти, меня тошнит, вот за руку идут вдвоем. Идут татуировки, может, тут такой парень идет, такой, блядь, качок, так у него все бабы должны быть, и он всех должен перепороть. Не, он идет на ручку с таким же. Ой, блядь, с аватаном. Ой, блядь. Всех перепороть? Да. Ну, такой, он, такой, кабель такой, такой самец такой, сильный, нормальный. Да девки-то, посмотри, девки голодные ходят. Мужики, ответственности боятся, не хотят жениться, не хотят, не хотят семью. Закон, потому что такие жесткие. Ужас, конечно, это же ужас. Не хотят семьи, не хотят детей, ничего не хотят. А потому что ответственность, его кормить, вырастить надо. Ну да. У-у-у, конечно. Уставать надо, встать надо раньше, лечь позже. Да еще будет она конючить, там скажет тебе, давай, иди что-нибудь делай, тебе мозги парить. Да, будет. Если ты ни хера ничего не делаешь, для того, чтобы было все нормально, тогда ответственность, люди боятся на себя брать. Будь то мужчины, будь то женщины. Ну, потрахаться, блин, ну, я не считаю, может быть, мне уже там, так уж это не актуально, уж так, знаешь, может быть, когда молодой, там тебе 20-25 лет, когда взят, хрен по лбу бьет. Стоит, да? А где нормально, ну, блин, ну, как-то. А где ответственность перед собой и перед другими, перед твоими родителями, перед твоей будущей жизнью, когда перед твоей старостью, у тебя ответственность есть. Здесь есть же такие люди, сколько, сколько, не будем, я говорю здесь, а со стороны художников. Бляха-муха, ему 70 лет, у него, ни семьи, ни родителей, ни дома, блядь, живет в аренде, в алькилере, в аренде живет, денег нету, уебище! Думаю, как же ты так, до 70 лет, и у тебя вообще еще нету? То есть, ты, вот, а я приехал, поэтому, знаешь, мне нравится гнобить их здесь. Вот я человек приехал со стороны, из далекой России, из китайского поселка, блин, мне их чумарить, нравится, так, знаешь, ну, открыто я их, конечно, не делаю, но это когда, если момент наступает, я злопамятный, в этом смысле, чумарю. Да, интересная песня, конечно, тут, все понятно-то. Вообще, рекомендовали сюда приезжать, по подписчикам, ты этом, в Испанию стоит иммигрировать? Эмигрировать? Да. Не стоит сюда, Нет. А куда? Не, ну, как, понимаешь, если ты, Испания, Испания хороша, в чем? Здесь можно хорошо жить, вот так вот, солнце, море, пляж. Я тебе еще хотел одну вещь сказать, насчет испанцев, что испанцы, они, со всей, вот этот, сказать, Европы, западной и восточной Европы, ну, я думаю, будем говорить западную, ну, восточная Европа, странные люди, вот эти вот, насчет поляков, насчет болгар, и прибалтов, я, конечно, могу еще поговорить, украинцев, тех же самых, а насчет западной Европы, Испания, очень хорошая страна, хорошая страна, что в чем здесь люди, пока еще, глупые, необразованные, деревенские, из-за этого, Из-за этого, то есть, в хорошем смысле этого слова, то есть, опять же, говорю уже вот о зерне морали, в России больше, в Европе ее намного меньше, а вот со всей Европы, может быть еще что-то, может быть еще вот, вот именно в Испании есть, Испанцы все-таки, на хорошее перехожу, они более человечные, чем, чем те же самые французы, жидоподобные, ужасы, я не говорю про, вообще про холодные, северные страны, мне еще очень нравятся португальцы, португальцы, португальцы и испанцы, ну, португальцы какие-то, в сравнении с испанцами, еще более деревенцы, еще более зачумаренные, зачумаренные в хорошем смысле, понимаешь, но у них ценности у них немножко все-таки другие, я тебе много чего могу сказать, бля-бля, ты уже в туалет уже захочешь, не, не, нормально, нормально пока, собираются они раз в год, там, на Рождество, европейцы, в частности, испанцы, у своей матери, большая семья, там их, я не знаю, человек 20, то есть 25, все, ну, мать там, конечно, постаралась, приготовил, собираются, как правило, дома, это семейный праздник, раз в год, собираются, брат двоюродный, троюродный, его дети, внуки, племянники, они собираются, заходят, и видеть друг друга не могут, но они молчат, терпят, потому что они, во-первых, не общаются, у них постоянно какие-то, постоянно какие-то, терки, терки какие-то, но так как они пришли к бабушке, матери, они должны терпеть, этот мой, этот, куня, куняда, что ли, да, как по-русски, сват, шурин, блин, я его ненавижу, год мне его, уже год не видел, а сейчас ходит, ты можешь сказать, ребят, я не приду, и все, то есть, вот так, как бы традиция такая, как бы традиция, но видишь, она нечестная, ну да, нечестная получилась, то есть, ты идешь в этот костер, блин, идешь молиться, замаливать свои грехи, блин, что ты там что-то подлючил, и так же выходишь, и опять, ты смотрел Декамерон, блин, как знакомый фильм, Декамерон Пазолини, но не важно, короче, это касается итальянцев, вот они заходят, ночью воровать, гроб там, в костеле, два итальянца, это как бы в средние века, они думают, прости меня, господи, прости, начинают там воровать, своровали там, цепь сняли там, смертвеца, своровали там, смертвеца там, сняли палку у него, там жезл, там все, вышли опять, ой, прости нас, господи, ну ты что, молишься, замаливаешь грехи, и опять занимаешься этой херней, еще раз говорю, в России тоже такое есть, зараза проникает, но все-таки, вот, там люди, пока еще, честнее, честнее еще, в России честнее, а ехать в Испанию, знаешь, классно, не работать, здесь, вообще, вот, идеально, если не работать, не работать, здесь очень классно, реально, реально, хорошие продукты, хорошее солнце, реально море, горы, Барселоне, блин, здесь час езды, и ты в горах, ты на лыжах катаешься, в этом году я не катался на лыжах, блин, как-то не получился, масняк ездил все равно, вот, ну, час езды, час двадцать, я на машине в горах, блин, красота, если ты хочешь на океан, в Галисию куда-нибудь, ну, нажми еще на педаль, через шесть часов ты будешь там, на океане, ну, да, все, в принципе, доступность такой, все доступно, то есть, Испания очень компактная, очень маленькая, Россия очень красивая, очень шикарная, хочу на Алтай поехать, ой, балдею, хочу на Алтай, в Карелию, на Алтай, хочу, это, как на Колыму, хочу на этот, на Камчатку, ну, там, блин, пока до тут дает что-то, или на самолете, самолет дорогой, да, на это время надо, ты вспотеешь, долго, как-то готовиться к этому надо, как, блин, как к войне, ну, да, а здесь все рядышком, а здесь все рядышком, вот, в этом смысле, очень хорошо, вот, что касается мне, например, я бы не стал бы жить в Барселоне, бы, если бы, у меня некоторые моменты меня не сдерживали, у меня дочь училась в Барселоне, у меня тут делишки в Барселоне, если бы не сдерживала меня Барселона, я бы уехал куда-нибудь, уехал, ну, километр, будем говорить, так, за 80, за 100 отсюда, ну, за 60, чтобы так, в доступности к городу быть, в горы, причем не на море, море влажно очень, жарко, пляж меня вообще убивает, я зимой купаюсь, я летом не купаюсь, а, зимой только, ну, летом купаюсь, когда дочь просит, пошли попы, или приезжает она у меня на каникулы, или жена, или приезжают знакомые из Горького, с какого-нибудь, идем купаться, ну, пойдем, а так, зимой красота, только этих, скаты такие, мерзопакственные, вот такие вот, плавают, потому что, потому что, к берегу, потеплее, а тело, и тело теплое, а вода холодная, и вот, часто я так, ну, через раз встречаюсь, что они там, 7-8 там, скатов этих, я их боюсь, с ними, царапают, Коли так, в воде, когда в свободном плавании, тебе кто-то что-то царапает, согласен, а вот все-таки, по поводу законов, вот все-таки, они были такого, что знакомый испанец, прибегал из-за того, что жена его выгонила, по закону, там, ну, 200 метров, не подходи, а он там, ипотеку платит, ну, грубо говоря, за квартиру, а его выгонили, что-то там, поссорили, ну, может, я и могу вспомнить такого, ну, не моего может быть личного знакомого, знакомого может через знакомого, какого-нибудь, такое здесь есть, потому что он в трусах остается, получается, так, он не выходит на улицу, и у него ничего нету, более того, я тебе еще могу сказать, такую вещь, например, закон по об аренде недвижимости, здесь, вот, предположим, у тебя квартира, ты ее сдаешь, вот, сдал семье, мам, папа, ребенок, 10-летний, и они, перестают тебе платить, делать контракт, все официально, контракт, ты его даже регистрируешь, все нормально, то есть, можно просто контракт сделать, это приватный, а можно и в контракт зарегистрировать, суть от этого не меняется, единственное, что ты там еще должен будешь, еще налоги с этого платить, а можешь здесь не платить, и они тебе прекращают платить твою аренду, все, прекращают, и ты им говоришь, ребят, давайте, как-то это так, а не, у нас все нет, потом, завтра, потом, у нас денег нету, все, как нету, ты пытаешься, что там сделать, ну максимум, что ты можешь сделать, бурафакс послать, бурафакс, это как бы официальное предупреждение, с которого, может начаться судебный процесс, может начаться судебный процесс, но это не факт того, что если у них, тем более, еще есть ребенок, ты их выгонишь, а если у них, ну не платят они у них, по каким причинам, ну не работает, может денег у них нет, может не хотят платить, Вот, ты их не можешь выгнать, во-первых, полгода вообще забудь, ближайшие полгода, вообще, а если у них еще есть ребенок, более того, ты еще будешь им обязан за свет платить, за воду и за газ, вот хер их выгонят. И что же здесь люди делают? Да ничего не делают, ничего не делаешь, ничего не сделаешь, но потом, конечно, может быть, через полгода, когда они тебя там профестивалили, там, может быть, они и свалят. Ну, здесь получается такое понятие, вот, как вы говорили сегодня, совесть, и такое, здесь такого нет, им пофиг вообще, да? Им пофиг, он живет, на твой счет. Здесь, да, нету, нету. Такого получается, он живет, на твой счет, мы без разницы. И если ты не поступишь по русско-американскому варианту, то они так и будут жить. Русско-американский вариант, это сделать так, сделать им физически больно, не обязательно это сделаешь ты, чтобы они уходить, да, уходить. Тут так работает здесь, да? Я думаю, что это работает везде. Ну да. Я думаю, что это, это не так, а это. Это работает на любого, на тебя, на меня, на него. Ну да, да. Я думаю, что это работает. Тем более, если ты еще поступаешь по-подлючски и знаешь, из-за этого получаешь там по харе, по щам, как там в России, мне нравится слово, по щам, получить. По щам, ты ослышал, не слышал. Нет, говорят, говорят в России, да. По щам. По щам. Если получат по щам и знаешь, что ты заслуженно получил, я думаю, что это действует. Поэтому бесстрашно люди, ничего не боятся. Вот пиздюхи такие, прости господи, ругаюсь. Вот маленькие такие. А чё ты? А чё? А чё? А чё? А чё? Бесстрашно, не боятся, бесстрашно, ничего не боятся. Воровать не боятся, по карманам шарить не боятся. Пофигу нас всё, заботишь. Ты же прекрасно это знаешь, что здесь до 300 евро вообще, если своровал, вообще ничего не будет. Ну да, если вообще бегаешь. Это всё-всё знает. А сейчас и денег таких никаких никаких. Всех тархеты. Тархеты, да. Получается, как же здесь вот так ходить, когда тебя обворовали, ты вообще ничего не делал. Полиция есть для вида. И не похер вообще на всё. Они не работают более в этом плане здесь. Не смогут. Здесь полиция разная. Она есть городская, есть моссы, которые криминальны. Ну, по большому счёту, есть контр... А, да, что касается рамбы. Сколько здесь это? Здесь поставили, говорят, новых поставили 19 камер. Здесь было 11. На рамбле. Плюс ещё поставили недели три назад ещё 19 камер. Ну и где? Где камера, да? Здесь, когда опять же так же воруют, так же пьяницы, наркотики есть продают. Пофигу на всё, да? То же самое всё осталось. Ничего не меняется. Ничего не меняется. А вот я тебе говорил про рамблу. Что были музыканты, были артисты, были куклы, были фокусники. Рамбла была интересная. И что сейчас стало? Вот одни как вот тут. Раз, два, три, четыре. Пять проституток стоит. Вот одна из них вот стоит. Скучнота рамбла какая. Что здесь хорошего на этой рамбле? Ничего хорошего здесь нет. Раньше было, чтобы идти от площади Каталонии до Колумба. Ну я имею в виду раньше, имею в виду, лет 15 назад. Десять даже назад. Сейчас идёшь. Там интересно, там посмотришь. Народу толпа, интересно посмотреть, что там делать, что там делать. А сейчас за 10 минут прохерачишь сверху доню. Ну да, я там где-то и шёл примерно. И всё. Идёшь, семья раньше была. Так это всё сделали националисты, это сделали каталонисты. Рамбла для соседей. Мы хотим, чтобы жители Рамблы тоже наслаждались Рамблой, не только туристами. Ну и где эти соседи? Где они наслаждаются? Вокруг, смотри, кто ходит. Вот этот вот Индус ходит, это Пакистанка, это Филиппинка. И те, кто хотя бы ещё поддерживает эти магазины продуктовые. Здесь или их нету, или им это не надо. Это просто лобби, которое поддерживает то, что Рамбла для соседей. Каких нафиг соседей? Без туристов Испания не выживет. 80% валового продукта, это от туризма идёт. 80! 80! А что ещё здесь из-за короны планируется? Вообще сезон не будет, да, в Барселоне? Ну, понимаешь, вот сейчас, если взять год назад, здесь должно быть движение, движение, движение. Если я тебе назову цифру, сколько здесь большой сезон? С 15 июля по 15 сентября. Вот через эту линию пересекает. Народы были с этим, с калькулятором стояли, с этим сосчётчиком. Сколько эту линию пересекает туда-сюда? Тебе назову цифру, обалдеешь. Какая? Сезон высокий. С 15 июля по 15 сентября. Сезон низкий. Сезон низкий. Это приблизительно вторая половина января до конца февраля. Ну, может, ещё ноябрь, там можно, там нет. Сезон низкий. Мне страшно называть эти цифры. Ну, примерно хочу. 8 миллионов человек проходит ежедневно. 8 миллионов человек? Миллионов человек. Вот если пересекает эту линию. Так сама Барсата здесь получается, она... Здесь не факт, что все 8 миллионов, они разные. Я представляю, что они спустились там, поднялись там и вернулись обратно. А, ну да, несколько раз, да. Предположим, предположим, в два раза. Предположим, 4 миллиона. Ну, это 4 миллиона. Ну, это вообще пипец, как 4 миллиона. Резон низкий, 2,5 миллиона. Это когда туристов нету. В день? В день, в день. Вот эту линию, вот пересекает эту линию. Вот прошёл, один прошёл. Сейчас прошёл другой, второй прошёл. Сколькуля там стояли. Это исследования, которые проводили здесь, ну, лет 8 назад, что ли, 10. То есть, ещё больше туристов стало со временем здесь, получается? Ну, нет, ну, как, количество туристов, конечно, увеличилось где-то, будем говорить, года с 95-го, да, увеличилось. Потом, когда вступили эти новые европейцы, эти, гладранцы, эти, румынные, блин, болгары, литовцы эти. Так это вообще-то, эти румынные, которые границы с границей, они приезжают здесь как-то на гостролицию, чтобы играть? Ну, они разные есть, почему? И работать, конечно же, приезжают. Так же, как хохлы бендереса и ездят в Польшу, так же и они. А, так же здесь, да, всё получается? Ну, так же работать. Ну, что касается Румынии, там, если посмотришь опять по интернету, изучишь эту цыганскую диаз, в Польшу, там, я не знаю, там, всего их там, по-моему, 17 миллионов жителей в Румынии, и, я не знаю, вплоть до того, что там 25% там цыган, ва, какая-то. Там, да? Ну, посмотришь, внимание, я тут очень не помню, ну, много миллионов там, 19 их всего, жителей, ну, там, грубо говоря, там, не знаю, если это, 3-4-5 миллионов, это много. Ну, все сюда приехали, да, получается, так? Ну, не все, ну, почему все, в Европу, в Англию, блин, если даже, если даже румынов задерживают в этом, в Лас-Вегасе, блин. В Лас-Вегасе? А, да-да-да. Это румын, блин, ёкарный ты, бабася. Или югославы, там, эти, какие-нибудь, этих, как, ну, где эти, где, там, террористические эти группы-то делают, это, как, албанцы. Албанцы? Албанцы или косовары, там. Кого только нет здесь, да? Ну, косовары, да, югославы, они же косовары. Албанцы, это же албанцы, а косовары, типа, югославы. Понятно, понятно. Хулиганы, бандиты, ну, они такие же, они, в общем-то, славяне, они такие, такие же смелые, как, я бы сказал, и советские люди. А, ну, советские люди, они еще более, больше воспитаны, эти такие дикори, блин. Чё? Дикори. Вообще, домой не хочется, приехали обратно в Россию, там, в Ниженогу? Я тебе уже, я тоже сказал уже на этом, хочется, но я не поеду. А почему? Ну, потому что меня здесь много чего уже держит. А, здесь довольно минус. Ну, я чего много здесь, больше половины своей жизни здесь прожил. Ну, чё меня держит там? Недвижимость, что ли, дедушки моего? Приветствую, друзья. И я хотел бы создать группу, называется «Караванеры-мечтатели», так я его назвал, вот, для тех, кто вообще хотел бы купить автодом. Ну, вообще, такое сообщество создать, где просто люди между собой будут общаться. Кто, например, уже имеет автодом, кто хочет купить, у кого в планах, что просто между собой совещались и общались. Ну, и, например, даже кто-то захотел поехать в путешествие, там, одному, скажем так, скучновато, в сообщество договорились, и можно вполне поехать вместе на автодомах, например, там путешествовать. Также по России и по Европе. Поэтому, друзья, кто хотел бы быть в этом сообществе, телефончик вот будет на экране и в описании. Добавляйтесь ко мне в WhatsApp, и я вас добавлю в эту группу. И, одним словом, будем собирать сообщество «Караванеров-мечтателей». «Караванеры-мечтателей» «Караванеры-мечтателей»